Мария, «Тиждень моды» — это именно тот период, когда ты без докеров сомнения можешь оставить двух детей дома и пойти на показ улюбленной дизайнерки. Я тебе хочу честно сказать, что я всегда испытываю докеры сомнения, когда оставляю детей. Но, судя по тому, какая у меня великолепная сейчас самая близкая подруга, моя дочь Нана, я понимаю, что никаким образом моя постоянная работа, походы куда-то, отъезды, командировки не сказались в наших взаимоотношениях. А Александр, я думаю, сейчас, я буквально сейчас его покормила и прибежала, все б не простит. Ты сейчас можешь молодшего сына залишить на старшую доньку? Нет, 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 еще не могу. Когда он задается к Нане на руки, мальчик у нас упитанный, он занимает половину ее, и мы все страхуем, чтобы он никуда не качнулся. Поэтому нет. И ей еще, знаешь, себя ребенком нужно чувствовать. Но это такой тонкий момент, поэтому нет. Я сейчас мама взрослой дочери и маленького сына. Совсем нещодавно в тебе поменялся статус, теперь ты дружина чиновника. Да, ты спасила меня за это. Не так давно твоего чоловіка Тимура Хромаева призначили головою комиссии по ценных паперах и фондовому ринку України, что изменилось в твоем жизни с того часа. Перестраиваюсь, Катя, это очень тяжело. Это очень тяжело. Мы привыкли, конечно, к одному укладу жизни. А сейчас, вот он мне недавно сказал, что отпуск можешь не планировать на ближайший год. Я говорю, как так? А дети, лето и так далее. Он говорит, ну, сейчас такое время. А если отпуска, то только в Буковеле, в бежах Украины, потому что чиновники за кордон ездить не могут. Ну, у некоторых чиновников еще очень работающие жены. Дело не в Буковеле или в Арабских Эмиратах. Дело в том, что у него нет отпуска, он работает. То, как Тимура принимали на работу, на эту серьезную посаду, это была целая эпопея. Машне добу Тимур проходил співбесіду в администрації президента. У него был отключен телефон. Я не могу обо всех этих процедурах рассказывать, да я не особо детально о них знаю. Я знаю, что было, ну, было очень много у него собеседований. Я знаю, что на следующий день у него была встреча с президентом, который задал ему несколько ключевых вопросов. Судя по назначению, ты можешь догадаться, какие ответы дал Тимур Зорвякович.